Что на самом деле скрывается под вывеской спортклуб-чемпион, расположившимся в жилом доме номер 9 по улице Крупской, нам рассказали жильцы этого дома в письме, присланном в редакцию. Здесь, прямо напротив средней общеобразовательной школы, среди бела дня продают алкогольную продукцию. И самое страшное, что закрыть, согласно закону, это заведение нет возможности. Обшарпанная дверь, странная вывеска, спортклуб-бар и свежие следы крови на снегу возле крыльца. Это и есть камень преткновения, который серьезно беспокоит жителей дома номер 9. В письме местная жительница Виктория сообщает о том, что бар работает с 7 утра и уже в такую рань здесь толпится народ. По словам обратившейся к нам женщины, самое страшное, что смотреть на выпивающих людей волей-неволей приходится детям, идущим в школу и из школы, расположенной прямо напротив, чемпиона. У нас очень много детей маленьких, которые ходят в детский тат, в школу, и очень неприятно, когда мимо проходишь, а там нецензурно выражаются, все ужасно выглядят, все грязные, побитые. Если это лето, то это вообще целыми днями они там круглосуточно, наверное, стоят, выясняют отношения, и очень страшно мимо них просто так ходить. Между тем, в заведении утверждают, что ничего не нарушают. Вы как считаете, это нормально с морально-этической точки зрения напротив школы? Ну, вообще-то по закону сколько там должно быть? 50 метров, по-моему. Но здесь же больше 50 метров. Ну, если полиция какая-то приедет или какие-нибудь другие люди, дипсованные в их усилении, клиенты разбегаются, продавщица знает, что сказать. Жители дома неоднократно жаловались в полицию, но все, что могут сделать сотрудники правоохранительных органов, это наложить штраф за административное правонарушение. А бар, несмотря на тщетные попытки жильцов обезопасить себя и своих детей от нетрезвых, незваных соседей, все так же продолжает функционировать. Ну, я лично писала очень много жалобов в полицию, в прокуратуру. У меня есть письма от них. И просто в них написано, что да, действительно, это заведение, очень часто на них поступают жалобы. Но лицензии на продажу алкогольной продукции у них нет. И почему это не закрывается, я тоже не могу понять. В соседнем доме, к слову, открытая дверь в такое же питейное заведение. Сотрудники и посетители которого утверждают, что продают исключительно чай и кофе. Если к нам приходят люди, ну, пьяные, да, но это же не значит, что они пили здесь. У нас играют в шахты, в шашки, в нарды. У нас есть чай, кофе, пиво. Единственное, из-за алкогольной продукции у нас пиво. Законодательство Российской Федерации не предусматривает никаких серьезных санкций относительно подобных заведений, в которых нелегально продается алкоголь. Штраф – это все, что грозит нарушителям. В случае, если попались. Частные предприниматели выплачивают назначенную по протоколу сумму и продолжают свою деятельность.